Привет, друзья, любители всех юрширских терьеров на моем канале 20 век. С вами сегодня я, Светлана Пескун. И в сегодняшнем видео мы посмотрим, как меняется маленький юрширский терьер в первые месяцы своей жизни. Изменения эти вам, конечно же, сегодня будут видны и вы все это увидите. Итак, мне сегодня помогают малыши питомника. В продаже есть мальчишки, девчонки на разный вкус, для разных целях. Пожалуйста, звоните, кому интересно, кто хочет себе приобрести щеночка. Итак, вот ребеночек юрширского терьера. Ему 25 дней от роду. Еще у него не было никаких процедур по поводу стрижки. Поэтому он только любимый. За ним ухаживает мама. Можно посмотреть. Оператора попросим. У него еще не стриглись коготочки. Оператора попросим увеличить вот это. Я вам покажу, какие лапки. Топ, ты мой малюзенок. Вот у него, видите, коготочки. Они такие остренькие, как у котенка. И вот такие ушки. Еще ушки не стригутся. Одна третья не обрезается. Поэтому это все, что отросло шерсть в 25 дней. Вот такой ребенок. Видите, они рождаются черненькие, гладенькие, блестященькие. Совсем еще у них шерсть не такой длины, как будем смотреть дальше. Поэтому вот ребенок 25 дней, мальчишка. Поэтому сейчас мы понаблюдаем, какие изменения происходят дальше. Ну и маленький щенок пошел отдыхать, а его сменил щенок, которому 45 дней. Уже вы видите, что это щенок, немножечко с отросшей шерстью. Этому щенку месяц были уже сделаны процедуры гигиенические. То есть, одна третья ушка была пострижена. Видите, да? Вот очосики оставлены. Одна третья была пострижена. Ну и, конечно, были обрезаны коготочки, чтобы было удобно ребеночку ходить. Чтобы не цеплять за пеленочку. Ну и, в общем-то, чтобы лапка формировалась аккуратненько. Видите, 45 дней ребеночку. Как я уже и говорила, щенки в питомнике есть сейчас. Продаются мальчики, девочки. Кого заинтересовали, звоните. Я всегда отвечаю на звонки. В переписку не вступаю, потому что лучше поговорить напрямую. Также в этом возрасте уже дети начинают немножечко кушать прикорм. То есть, аккуратненько. Также мы делаем гигиеническую стрижечку в районе хвостика. Потому что они уже начинают оправляться сами. Мама уже практически, ну, за ними не подлизывает. Поэтому вот видите, как меняется ершерский терьер. Цвет еще у нас черненький с рыженьким. Видите? Уже детки умеют ходить, бегать, стоять. Ну, и с мисочки, конечно же, уже немножечко кушать. Вот такие вот малыши у нас в питомнике. Да? Уже начинают становиться ушки потихоньку. Видите, на хрящах они стоят. И тут буквально дело подклейки не требуется. Поэтому они сами взлетят. Они не тяжелые. А мы будем показывать вам дальше. И нас ждут следующие ребятенки. Итак. Маленького щенка снова сменил. Щенок чуть постарше. Вот щенок ему 3 месяца и 1 неделя. К этому щенку специально не применялись никакие гигиенические стрижки, чтобы вам, друзья, показать, как же отрастает шерсть. И почему мы это все потом стрижем, делаем гигиенические стрижки. Этот ребенок, видите, он не купанный, не стриженный. Такой, как есть. Вот он вырос, да? Поэтому я вам хочу потом в дальнейшем показать, как преобразится маленький Йорк после наших процедур волшебных. А вот вы можете увидеть уже и понаблюдать, как отросли ушки. Видите, шерсть какая на ушках. Длинная, длинная. Видите? Уже начинает меняться цвет. Это уже не черненький щенок. Уже видно перецвет на голове. Уже ярко-рыжие усы у нас. Лапочки, видите? И лапки тоже, шерсть отросла очень. Видите, какая длинная. То есть добраться до коготков сложно. Поэтому вы видите щенок, который у нас самостоятельно рос. И мы его пойдем выкупаем, пострижем. И вы увидите, какую мы красоту наведем. Ну и, конечно же, из-за того, что большой объем шерсти у этого щенка, видите, ушкам сложно встать. Поэтому, ну и, конечно же, вы увидите подклейку ушей, которая необходима. Вот щенок уже трехмесячный. Поэтому следите за каналом. Не уходите. Дальше будет. Дальше будет. Дальше будет. Итак, друзья, мы вернулись снова на канал уже после гигиенических процедур, которые мы сделали маленькой Полинке. И вы уже, наверное, заметили. Вот сейчас она копана. Гигиена ушек у нее проведена. И даже мы, я показала вам, как их подклеить. Оператора попрошу показать, что лапки теперь у нас, смотрите, какие. Все подушечки видны, кругленькие, коготочки пострижены, ушки практически стоят. Поэтому подклейка здесь пару дней и уже все. Насколько шерсть мешала им вставать. Ну и теперь вы, наверное, увидели, какая красавица у нас стала Полинка. И вот вы видите, шерсть как у нас в перецвете. Уже видно, что это щелковистая шерстка. Шерстка, да? В общем, Полинка красавица. Да? И даже маленький хвостик нам удалось завязать. Это как раз начало завязывания хвостиков 3 месяца. Потому что раньше они не получаются. А сейчас они получаются. Да, Полинка? Вот. Итак, в этом видео вы увидели разного возраста щенков юрширского отельера. Самый маленький у нас. Вот он такой чудик. Вот у нас постарший чуть-чуть. И вот щенок, которому 3,5 месяца. Ну, 3 месяца и неделя. Итак, вы видели разницу в шерсти, в размере. И как они растут, и как они меняются. Поэтому, думаю, было это видео для вас полезным. Для вас снимала Светлана Пескун. Канал 20 век. И если вам нужен вот такой вот чудесный щенок, обращайтесь. Всегда рада вам помочь. Вот такие чудесные малыши ждут своих владельцев. Всем пока! Я вас жду на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. С вами был 20 век. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...